МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа подготовлена при поддержке Министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области. В этом году мы празднуем 400-летие Дома Романовых. Основной инструмент укрепления России – это возрождение ее исторической памяти. Научно-практическая конференция у истоков российской государственности вот уже шестой год ставит целью привлечь внимание к истокам родословия царской ветви Романовых и ратует за сохранение исконной русской культуры. Сегодня у меня в гостях постоянный участник этого научного форума, кандидат психологических наук, доцент, директор среднеобразовательной школы номер 28 города Калуги Ольга Лыткина. Ольга Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Эта конференция привлекает многих ученых еще и своей тематической направленностью. Действительно, тематика очень интересная и актуальна. По той самой простой причине, что юбилей – это с одной стороны, но с другой стороны возрождение интереса к корням историческим русского народа, нашего государства, это сейчас не только, наверное, популярно, но и модно стало. Может быть, это немножечко странное слово, да, звучит – модно. Но если мы вспомним слова известного историка Ключевского, он сказал такую фразу, что «ты не можешь считать себя русским, если ты не знаешь русской истории». А это ведь очень хорошо для подрастающих поколений, когда действительно осознание себя гражданином такого большого государства только тогда происходит, когда ты знаешь свою историю. А первая конференция была посвящена женскому началу российской государственности и снискала большой интерес в кругах и ученых, и вообще всех участников конференции. Как вы считаете, почему? Вы знаете, ну, наверное, время меняется, и роль женщины, которая, наверное, последние десятилетия была все-таки в тени, сейчас выходит на первый план, и женщины становятся лидерами не только политическими, они становятся лидерами духовными, они становятся еще и интересны всем нам, как мамы, как дочери, как жены. Любая научно-практическая конференция обычно сопровождается презентацией какой-нибудь свежей литературы, и в этом году организаторы тоже не стали нарушать традицию. Давайте посмотрим материал об этой книге. Шестая по счету научно-практическая конференция у истоков российской государственности начинается с презентации книги о судьбе русской царицы Евдокии Стрешневой, нашей землячки-уроженки Мещовского района. Из всего того, что я узнала, решили оставить три главы, где сначала, так скажем, глава эта водная, в тот век, в котором жила наша героиня Евдокия Стрешнева, потом показать свадебные обряды, как были на Руси, и как эта свадьба происходила, потому что действительно сам факт свадьбы Евдокии Стрешневой, это практически, вы же знаете историю, это как золушка на российском престоле, да? И не каждый, кстати, знает об этом, да, эту всю историю свадьбы Стрешневой. Хотелось показать и рассказать об этом. Ну и третий момент закончен тем, чтобы, так скажем, оставить в памяти людей сам лик этой великолепной женщины через ее письма Филарету. Ведь нам монахи дали удивительные письма, они перевели со старославянского на русский, и сами эти письма опубликовать уже великое счастье. Идеей написания книги автор Светлана Шукшина поделилась с настоятелем Свято-Георгиевского Мещовского мужского монастыря. Отец Георгий благословил писательницу на литературный труд и предоставил много ценных архивных документов. Через полтора года книга была напечатана. Она рассчитана на юного читателя, но подходит и для семейного чтения. Автором иллюстрации стал Борис Косульников. Художник тонко почувствовал и передал колорит эпохи 17 века, органично сочетая реалистическое начало с декоративностью. Сейчас эта книга пойдет в каждый дом провинции. И она все это работает на то, чтобы наша провинция и вообще русская провинция была бы сильна. Сильная провинция, сильная Россия. Книга о Евдокии Стрешневой будет подарена в школы и в библиотеке в Владимирской области, Ленинградской, Ростовской, а также в Якутию и в Коме. Так что 2000 экземпляров разойдутся по России очень быстро. Задача – стимулировать интерес детей и родителей к изучению российской истории. У меня 50 лет, но я впервые узнал, что у нас родоначальницей рода Романовых была Евдокия Стрешнева. Вы понимаете, Светлана Петровна Шукшина, она пришла и просто «давайте попробуем, давайте узнаем». И вы знаете, я узнал очень многое, то, о чем не знал. Возрождение духовное начинается с чего? С памяти, восстановления памяти. И действительно, когда мы вспоминаем прошлое, берем оттуда такие факты, и мы гордимся прошлым, это и есть шаг в будущее. Текст книги переведен на немецкий язык. Презентация пройдет еще и в Германии. И это только начало, уверяет спонсор. Книга о первой русской царице должна внести вклад в формирование положительного образа России на международном уровне. Насколько оправдана цель показать историю через личность, если книга стремится быть интересной и детям, и взрослым? Вы знаете, я считаю, что личность в истории вообще любого государства играет очень большую роль. Тем более такая личность, как родоначальница фактически русских цариц, русского дома. Я считаю, что это очень важно. А если это еще детям в популярной форме донести и объяснить им роль личности в истории, я думаю, это только сыграет позитивную роль в воспитании ребенка. Только не зря, ведь на этой конференции появилась новая секция, педагогическая, потому что действительно вопросам воспитания сейчас нужно уделять очень большое внимание. А как ни странно, в царских семьях воспитанием занимались, конечно, в первую очередь женщины, безусловно, и сыновей они воспитывали достойных, и дочерей тоже. Давайте возвратимся на конференцию и познакомимся с теми учеными, которые приехали в этом году. Основной инструмент укрепления России – это возрождение ее исторической памяти. Научно-практическая конференция у истоков российской государственности ставит целью привлечь внимание к истокам родословия царской ветви Романовых и рассмотреть основные направления духовного возрождения современного российского общества. Я вижу, что главная наша с вами совместная задача – это вернув историческую память, вернув наши традиции, вернув все то, на чем базировался столетие наш народ, в какой-то мере, наверное, произвести перезагрузку народного самоосознания. Это, наверное, самая главная задача и для ученого сообщества, как авангарда нашего народа, так и для всего населения в целом. Возвращая к памяти забытые личности и эпизоды русской истории, докладчики призывают к борьбе с фактами фальсификации, с умышленно введенными стереотипами и с заблуждениями, взятыми из художественной, а не из научной исторической литературы. Какая-то Россия представляется дремучей, запущенной, отсталой и так далее. Хотя 17 век – это вообще период наивысшей энергии России, наивысшей взлета России. Это период промышленной революции России. Это период, когда Россия создала великолепнейшую армию. В рамках конференции были показаны эпизоды из фильма «Мещовск. Здесь начинается Русь», работа над которым ведется в данное время. Художественное и документальное кино – это всегда хороший способ донести историю до зрителя. Как вы считаете, вот те фрагменты, которые были показаны на конференции фильма документального «Мещовска. Здесь начинается Русь» – они достойны того, чтобы фильм был сделан? Я считаю, что достойны, потому что, во-первых, работает очень профессиональный коллектив над этим фильмом. Потом то, что снято, материал, который предварительно просмотрели, я считаю, он очень хорошего качества. И потом он сочетает в себе не только научность, но и популярность. И поэтому он будет интересен для разных кругов населения. Я считаю, что это хорошо очень. На конференции прошло вручение почетного знака Евдокии Стрешневой. Это было таким торжественным завершением первого дня. И награду получил многодетный отец из Обнинска, имеющий семеро детей, Геннадий Коновалов. И после награждения мы напросились на прогулку вместе с этой семьей. Давайте вместе с ними прогуляемся. Несмотря на то, что почетный знак Евдокии Стрешневой получил глава семейства, мы начали разговор с хранительницей домашнего очага Оксаной Анатольевной, которая в ходе беседы разрушила несколько стереотипов о многодетных родителях. Это просто миф, что женщина от рождения детей полнит. Вторым мифом оказалось то, что женщина, имеющая много детей, находится с ними всегда дома и нигде не работает. Я работаю с детьми, а детей я очень люблю, поэтому мне моя работа доставляет удовольствие. И работаю с самыми маленькими, детками от полутора до трех лет. И вообще это мой самый любимый возраст, когда закладывается у ребенка все, его мировоззрение на всю оставшуюся жизнь. Оксана Анатольевна ведет группы кратковременного пребывания, развивает детям логику и речь. Сейчас занимается на курсах повышения квалификации. И учат нас правильно воспитывать родителей, детей, которых к нам приводят, потому что, к сожалению, в духовно-нравственном воспитании большое упущение. Поэтому вот эти курсы, и эта награда, и эта политика нашего государства теперь направлена на возрождение духовных ценностей. В вопросе воспитания детей мнения супругов были всегда схожи, поэтому, наверное, им удалось достичь столь высоких результатов в воспитании детей. Все занимаются музыкой, большинство освоило несколько инструментов. Он в пиано, потом на флейте перешел. А почему? Он просто хотел еще на других инструментах играть. Он и я играем сейчас на флейте, обучаемся. Он только первый год, я уже шестой. Ну и вот играем иногда дуэтом. У нас получается нормально. Главное не материальное, а духовное. Просто все потом остальное приложится. То есть каким воспитаешь, какая душа у человека будет. Музыка, рисование – это, в общем-то, основа культуры, то, что действительно формирует отношение к миру, хорошее у ребенка. Музыка помогает детям еще и хорошо учиться. Особенно это чувствуют старшие дети, когда начинается в институте сессия. Садится ребенок за пианино и играет в час произведения музыкальные. И после этого он способен дальше трудиться. Коноваловы считаются не только музыкальной, но и читающей семьей, которая очень разборчива в литературе и предпочитает только классику. Во-первых, у нас всегда чтение перед сном. Мы читаем с детьми, целиком все не прочитаешь. Во-первых, мы читаем Библию, какое-то место мы читаем из Библии, пытаемся объяснить, что хотел нам Бог сказать, о чем здесь написано. Мы читаем Слово Божие, потом мы читаем что-нибудь из художественной литературы, чтобы легче засыпалось и уснились интересные сны. Одно время, когда у нас было меньше учеников, мы утром пробуждали их таким же образом, начинали читать продолжение того, что не дочитали вечером. Стать многодетными и Коноваловы решили, как только поженились, еще не подозревая о том, как тяжело большой семье будет найти жилье. Прошло время, и эти проблемы остались в прошлом. А в настоящем появились более осуществимые мечты о будущем. Слушая речь мамы, вы отметили, что семья верующая и сказали, что это много объясняет. Поясните, пожалуйста, свои слова. Дело в том, что то, что в советских семьях часто игнорируют, в семьях, в которых все-таки почитают Бога, веруют, считается обязательным. Обязательным, во-первых, то, чтобы ребенок обязательно знал Священное Писание. Это действительно так. Обязательно чтение Библии. Пусть начиная действительно с Библии для детей, но чтобы ребенок это тоже знал. А потом терпимость, понимание, толерантность. Ведь эти качества очень присущи именно тем людям, которые веруют. К сожалению, в светской жизни у нас немножечко такие понятия постепенно... Размываются. А вот у них это сохраняется, если можно такое употребить выражение, культивируется в семьях верующих. Потому что это считается нормальным. И действительно воспитывать человека, который может сострадать, понимать, это же великая вещь. Поэтому я считаю, что вот эти семьи, они, наверное, более последовательно идут к решению задач формирования личности полноценной. Второй день научно-практической конференции у истоков российской государственности проходил в Мещевске. Будьте с нами, мы отправимся туда очень скоро. Программа подготовлена при поддержке Министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области. Исторические сведения о том, что в Калужской области появились на свет три царицы династии Романовых, в 20 веке получили большой резонанс. В 2008 году усилиями Игумена Георгия, настоятеля Свято-Георгиевского и Мещевского мужского монастыря, началась работа по воскрешению забытых имен, которые сегодня служат мощным фундаментом для формирования нравственности и культуры современной России. Второй день научно-практической конференции у истоков российской государственности был устроен на Мещевской земле. О том, как он прошел, мы говорим с Ольгой Лыткиной, директором Калужской школы номер 28, кандидатом психологических наук, доцентом. Ольга Алексеевна, как вы считаете, какова роль Романовской конференции именно для Мещевска? Я помню Мещевск в 2006 году, когда я приехала в педагогический колледж. И, честно говоря, изначально у меня было достаточно тягостное впечатление об этом провинциальном городке, ну, как, наверное, все центральной России. А начиная с конференции с этой, фактически началось как бы активное возрождение, восстановление этого города. И действительно он стал подтверждать свой статус такого значимого исторического центра в России. И эта конференция дала возможность не только обратить внимание на этот город, как на исторические центры, но обратить внимание на жителей этого города, которые действительно заинтересованы в том, чтобы приезжало больше людей в Мещевск, чтобы город восстанавливал свои исторические какие-то здания, очень красивые места. Да, возрождение монастыря, это вообще, считаю, это тот первый шаг, с которого началось интенсивное развитие вот последних лет именно самого города. Не нужно забывать о том, что большую роль сыграл и руководитель, как раз в это время руководителем был Руслан Владимирович Смоленский. И поэтому, конечно, безусловно, то, что он историк, это плюс. То, что он заинтересован был в том, чтобы возродить вот эти корни, это тоже повлияло на возрождение, восстановление Мещевска. Для Мещевска эта конференция дала очень многое. Она повернула калужаны, не только жители Калужской области, лицом к этому историческому городу. Благотворительность – это одно из направлений научно-практической конференции. И, насколько я знаю, этой секцией руководите вы. Да, действительно, это направление очень интересное. По той самой простой причине, что делом чести было русского дворянства, боярства и представителей дома Романовых, вообще царствующих фамилий, заниматься благотворительностью. Причем, вы знаете, настолько бескорыстно. И когда вот каждый раз приезжают ученые на эту конференцию, привозят новые материалы, подтверждающие документы, всегда поражаешься. Мы часто изобретаем велосипед, который был изобретен очень давно. Единственное, надо просто повнимательнее прочесть и посмотреть, что было. И остается, по сути дела, только это восстановить. Давайте возвратимся на конференцию, только переедем уже в Мещевск и послушаем ваших коллег, которые продолжат ваши мысли. Географы, психологи, философы, социологи, историки. В Мещевской общеобразовательной школе плодотворная почва для взаимопроникновения наук. В диспутах рождается синергетический подход к проблемам прошлого и настоящего, что выводит сравнительный анализ на более высокий уровень. Татьяна Кононова, например, написала докторскую по проблемам благотворительности российского императорского дома, где сравнила мотивы современных меценатов и тех, что жили до революции. Есть такое понятие «спонсоринг». Каждый богатый современный человек, он чаще всего делает это для улучшения своего имиджа, причем они даже не скрывают этого. И требуют, я просто работаю с ними, да, они требуют справку. Вот выделил один предприниматель 450 махровых шарфов для детского дома и потребовал справку, что он принял участие в этой акции для того, чтобы потом уменьшить уплату налогов. А в дореволюционное время это было обусловлено главным образом, они же верующие были люди, потребностью в исполнении религиозного долга. Гуманитарная направленность исследований, представляемых на конференции, со временем начала расширяться. В этом году тематической новинкой стало экологическое направление. Конференция 2013 считается итоговой, но все присутствующие выступили за ее продолжение. Возможно, в будущем этот проект сменит формат, но ни в коем случае бесследно не исчезнет. Ведь за время своего существования конференция доказала свою уникальность за пределами России, что подтверждает охотное участие в форуме зарубежных ученых. Это не только конференция Калужская, это конференция общероссийская, даже больше международная. Постоянно на эту конференцию приезжают представители наших славянских государств. И имя Романовых не случайно объединило их, потому что история этих государств, Болгарии, Сербии и многих других, она связана с именем Романовых. Исследователи из-за границы беспокоят проблемы не только 17 века. Они изучают развитие отношений с Россией в период напряженных войн и конфликтов, для того, чтобы избежать их в будущем. Были времена ссоры с Россией. Я сегодня доклад мой был о том, как ссорились мы с Россией, наши освободительницы, а потом народ сам зашел и сам нажал, чтобы Россия и Болгария снова были вместе. Снова экономику свою устраивали, несмотря на это западное влияние. Я не говорю про то, что мы должны отделяться, но у нас это естественная связь. Эту естественную связь не можешь рвать. Это по крови уже. Муж Анны учился в Ленинградском университете. Это ему она дала обещание, что будет заниматься русской историей. На конференцию Анна приезжает уже в третий раз, но деревья сажает впервые. Для нее это символ вечности, который будет положен в основу Романовского сада. Со временем он раскинется на 9 гектаров вокруг Свято-Георгиевского Мещовского мужского монастыря. Мы сейчас посадили русские березы. Потом к осени будут посажены ближе к воде плакучие ивы. Дальше туда за березами будет посажена липовая аллея. Потому как липа она ассоциируется с Русью и с русским садом. С левой стороны, где пруд, там будет посажена каштановая роща. Кроме русского, здесь планируется разбить сады тех государств, с которыми Романовы имели династийные браки. А именно, французский, голландский, английский. Осуществлять проект будут московские специалисты из архитектурного института, из факультета почвоведения МГУ. А это значит, что научный подход будет наглядно применен на практике, за что и ратовали изначально организаторы конференции. Преподаватель КГУ, доктор философских наук Татьяна Грушевицкая сказала, что ни одна конференция не обходится без какой-нибудь полезной инициативы. Либо это открытие памятника, памятные доски, либо это освещение иконы. Вот в этот раз была закладка Романовского сада. Вы в ней принимали участие? Да, принимала. Я считаю, что вообще идея сама по себе хороша еще тем, что это как бы память на подствие будущему поколению. Что вот их, пусть матери, отцы, старшие товарищи, действительно думали о том, чтобы место это не только было святым, но было очень красивым. И вот если когда-то наши правнуки под этими уже большими березами будут вспоминать нас и вспоминать то, что мы сделали, я считаю, что мы свою жизнь прожили не напрасно. Если в моей профессии я доживу до того, что можно будет что-нибудь снять, вот это будет, наверное, нашей общей победой. Большое спасибо, Ольга Алексеевна, что пришли к нам. Ваше мнение как участника конференции было очень ценно. За время своего существования конференция восстановила и воскресила несколько славных важных страниц нашей великой истории. Она явилась местом встречи ученых, исследователей, духовенства и специалистов различных областей. Сегодня это площадка для обогащения и обмена знаниями. И, безусловно, благодаря таким событиям, как конференция у истоков российской государственности, возрождаются лучшие традиции России – стремление к вере, добру, материнству, патриотизму и честолюбию. Программа подготовлена при поддержке Министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области. Редактор субтитров А.Семкин